Добрый вечер, в эфире Вести, Карачао, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Заменить водительское удостоверение в период самоизоляции можно через портал Госуслуг. За просроченный документ временно штрафовать не будут. Несколько лиц республиканской столицы улиц преображаются. На каком этапе масштабной ремонтной работы? Первомайская в репортаже вестей. Десятки лет она в театре в репертуаре «Более 100 ролей». Юбилей отмечает актриса Карачаевского театра, заслуженная артистка России Роза Харчаева. Конкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» завершился, но все желающие могут принять участие в онлайн-голосовании. По данным оперативного штаба республики, сегодня на 10 утра в Карачаево-Черкесии выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных COVID-19 в республике составляет 330 человек. Из них 99 находятся на стационарном лечении, остальные лечатся на дому. Из 14 выздоровевших семеро проходили стационарное лечение. Среди этих выписавшихся были двое детей. У детей эта инфекция проходила в слабом таком варианте, в более легкой степени течения. У взрослых это была средняя степень течения заболевания. Лечению они подались хорошо. И на сегодняшний день мы имеем 14 выздоровевших людей. Из 99 находящихся на стационарном лечении, 6 с подозрением, 93 человека с подтвержденными анализами. Сейчас все госпитализированные это люди, которые проконтактировали с COVID-положительными родственниками. Чаще всего это получаются родственниками. За просроченные водительские удостоверения штрафовать не будут. На основании указа президента Владимира Путина, которое вступило в силу 18 апреля текущего года, российские национальные водительские удостоверения, срок действия, которых истек или истекает в период времени с 1 февраля по 15 июля, остаются действительными. Заменить водительское удостоверение возможно при наличии полного пакета документов через единый портал госуслуг, предварительно записавшись. Граждане, которые имеют данную категорию водительских удостоверений на сегодняшний день, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, которые предусматривают наказание за управление транспортными средствами, не имея на это соответствующего права. То есть это статьи часть 1, часть 3, статьи 12.7 и часть 3, статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Управление Пенсионного фонда по Карачао-Черкесии обращаются к жителям республики и просят их быть бдительными и осторожными. В социальных сетях все чаще появляются объявления, предлагающие за определенную плату оформить онлайн-заявление, в частности на дополнительные ежемесячные выплаты семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. Все государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом России, оказываются абсолютно бесплатно. Обращаем ваше внимание, что предоставляя логин и пароль от личного кабинета посторонним лицам, вы даете доступ ко всем вашим персональным данным, которые могут быть ими разглашены и неправомерно использованы. Заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты легко можно подать самостоятельно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале государственных услуг. Предоставлять никакие дополнительные документы и приходить в Пенсионный фонд не нужно. По всем вопросам необходимо обращаться только к специалистам Пенсионного фонда. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5 градусов, местами до 5 мороза. Днем плюс 19, плюс 24. В горах местами до 15 и тепла. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 24. В северных и центральных районах ночью и утром заморозки в воздухе. И на поверхности почвы до 3 мороза. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Продолжаем выпуск. Качественных и безопасных автомобильных дорог в Черкесске этой весной станет еще больше. Масштабные ремонтные работы по полной замене асфальтового полотна сейчас развернулись одновременно в нескольких районах республиканской столицы. На каком этапе работы по улице Первомайская узнал Ахмат Халкечев. Таких масштабных ремонтных работ в той части улицы Первомайская, где разрешено движение автотранспорта, еще не было. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые реализуются уже второй год. В общей сложности в рамках данной программы в текущем году планируется отремонтировать более 10 километров внутригородских автодорог республиканской столицы. Улица Первомайская стала одной из первых, где уже начат масштабный ремонт. Здесь проведен довольно большой объем работы. Это замена бордюров, фрезерование старого асфальта и подготовка к укладке нового дорожного полотна. А перед всем этим свою работу провели ресурсоснабжающие организации. Они заменили ветхие трубопроводы, вода и теплоснабжение, чтобы исключить вскрытие нового асфальта. Везде стараемся, оповещаем коммунальные службы, ресурсоснабжающие организации, для того, чтобы они обследовали свои коммуникации и в местах производства работ по ремонту дорожного покрытия также ремонтировали свои сети. По всему городу, где производятся ремонтно-дорожные работы, мы рассматриваем возможность увеличения парковочных мест для личного транспорта жителей и гостей республиканской столицы, рассказывает Сергей Елисеев. Хоть и не везде у нас получается это сделать, тем не менее стараемся предусмотреть все возможности, подложивает он. Здесь немного, здесь порядка 10-15 парковочных мест, то есть уже парковочные места были предусмотрены, и мы стараемся какое-то сбалансированное решение принимать, чтобы в свою очередь зеленым насаждениям не вредить, оставлять зеленые зоны, газоны. То есть все это продумывается и принимается решение. Как еще поведал исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Черкеска Сергей Елисеев, ограничительные меры по предупреждению о распространении коронавируса незначительно расширили сроки окончания работ, так как все подрядные организации тоже ведут свою деятельность при строком соблюдении всех мер предосторожности. В эти дни отмечает свой юбилей легендарная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Роза Хабчаева. Всеобщее признание Розы Ибрагимовны получила уже давно, став воистину корифеем Карачаевского театра. Многие ее роли вошли в золотую сокровищницу культуры народов Северного Кавказа. В разное время о таланте Розы Хабчаевой много и восторженно писали, но лишь одну фразу, которую сказал Кайсен Кулиев, хотелось бы привести. Великая актриса Маленького театра. О многогранном таланте актрисы Маленького театра в материале Беллы Джозаевой. То, что Роза Хабчаева станет первой профессиональной актрисой карачаевского народа и одной из первых певиц нашей республики, чьи песни выходили на пластинках фирмы «Мелодия», было предрешено. Вообще она во многом была первой. Первой из рода Хабчаевых, ставшей человеком искусства. По ее собственному признанию, петь она стала раньше, чем говорить. Пела она даже тогда, когда ее ругали. И в Ленинград, в Институт театра музыки и кино, она поступила для того, чтобы стать профессиональной певицей. А стала одной из лучших актрис своего времени. Как актриса – это слишком много, это большое слово. Просто я пела с детства. И под столом пела, и когда побьют, пела. Я всегда пела. В конце концов, я в институт поступила, думала, что там где-то пение будет. Роза Ибрагимовна всегда понимала, что для женщины-горянки профессия актрисы нелегкая. Но и тогда, когда выбрала ее, и сейчас, когда минуло столько лет, ничем другим она заниматься не хотела. И в каждую роль, даже самую маленькую, она вкладывает всю свою душу, делая свою героиню живой и запоминающейся. Получить текст и учить его – это только техническая сторона. Чтобы текст зазвучал, его необходимо одушевить, оживить собой. И это Розе Ибрагимовне удается всегда. Шахарби Магомедович Алиев, он написал вот эту миниатюрку. Говорит, Роза, собирай. Я говорю, Шахарби, что хочешь делать, я такие роли не могу. Просто не я это. Вот это не мое. Никогда не ругалась и никогда не дралась. На сегодняшний день Роза Хабчаева сыграла более 100 ролей. Наиболее значительными и этапными для себя актриса считает роли Ай-Муж, ушибленная звездой, Белиссы в «Хитроумной влюбленной», Ай-Шат в «Алурлу», Аминат, «Черный ноябрь» и многие другие. Себя Роза Ибрагимовна причисляет к острохарактерным актрисам. По поводу любимого режиссера говорит, все любимые, которые дают играть. Роза Хабчаева – это явление в театральном искусстве карачаево-балкарского народа. Она глыба, она наша наставница, и мы, и среднее поколение, и молодое поколение, мы гордимся и по сей день, что мы работаем, служим театру в эпоху Розы Хабчаевой. Спасибо многих лет счастья ей. Мир этой талантливейшей актрисы огромен и удивителен. Она всегда счастлива в своей профессии и всегда безмерно благодарна каждому зрителю, пришедшему на театральное действие. Белла Джозаева, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Пейзаж, дикие животные, макромир, подводный мир, Россия с высоты птичьего полета. В этих и других номинациях для участия в фотоконкурсе с октября 2019 по февраль 2020 года проходил прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна», которая ежегодно проводит Русское географическое общество. Принимались снимки, сделанные исключительно на территории России, фотографии из любых стран. В итоге поступило около 60 тысяч работ от жителей всех регионов России и более чем 20 стран мира. Конкурс завершился, но сейчас идет онлайн-голосование. Алла Динаева подробнее. Тебе удаются снимки природы, диких животных или людей? Все свободное время ты занимаешься фотографией? Твоя мечта – профессиональная фотокамера? Тогда вы, возможно, уже участвовали в масштабном медиапроекте Русского географического общества «Самая красивая страна». РГО определила финалистов 2020 года. Одновременно стартовало открытое онлайн-голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Голосование открыто с 21 апреля по 15 мая включительно на сайте конкурса. Русгидра выступила партнером в этом конкурсе Русскому географическому обществу. В частности, вместе разработали и предложили такую номинацию, которая называется «Энергия воды России». Русгидра объявила эту номинацию, во-первых, в честь того, что мы в прошлом году отмечали 15-летие компании, а во-вторых, у нас этот год проходит под знаком 100-летия плана ГОЛРО. То есть приурочили вот такую номинацию. Номинация хорошая, там выставлена масса фотографий наших гидроэлектростанций компании. Для участия в голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей – в Фейсбуке, Одноклассниках или ВКонтакте. Один человек имеет право проголосовать за любое количество понравившихся фотографий финалистов конкурса, но каждому снимку можно отдать только один голос. Цель масштабного медиапроекта – привлечение внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия России, а также воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Во все времена русское географическое общество и лучшие писатели, художники, журналисты и, конечно, фотографы показывали и рассказывали о природе, истории и культуре нашей страны. Ведь мир вокруг нас прекрасен, и каждый человек, увидев такую потрясающую красоту, стремится запечатлеть это на фотокамеру. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Черное море». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин